Вопрос звучит так. Рад и ад на земле. Понятие индивидуальное или связано с элементом? Ага, что такое рай и ад на земле? Я хочу вам сказать. Рай и ад на земле это понятие совершенно персонифицированное для каждого человека. Смотрите, как доказать. Ад может быть для человека. Адом, даже в случае, если человек хорошо зарабатывает, достаточно молод, очень хорошо себя чувствует, каким образом он может достигнуть состояния и прожить в состоянии ада всю свою жизнь. Как доказать это? Ну вот смотрите, допустим, человек сидит за столом, и у него за столом нечего кушать. И он сидит за столом, у него вермишель какая-нибудь, там, и селедка. Он говорит, я живу как в аду, мне даже кушать нечего. И после этого вдруг этот человек становится богатым на протяжении 10 лет, там, или 20, или 30. И вот перед ним другая ситуация. Он сидит, его стол ломится от хлебоявства, на нем икра, и, возможно, рыба, и дорогие продукты питания. И он смотрит на это все с вилкой, говорит, надо же, много так еды, а поесть нечего. И после этого в расстроенном состоянии находятся. Ну вот смотрите, он и раньше страдал от того, что ему есть нечего, и когда он стал богатым, ему вновь есть нечего. Тогда скажите, его ад в чем заключается? А его ад заключается в его им же принятом мировоззрении. Получается, как бы не было хорошо, ему все равно будет плохо. И другой пример. Я когда-то встретил женщину такую, у них очень хорошая семья. Его зовут, по-моему, Олег, а ее зовут Надя. И меня поразила какая-то улыбчивость и радость у этих людей. Она была очень необыкновенная, они очень мягко друг к другу относились, хотя по возрасту были достаточно взрослые такие люди. Он бывший милиционер, она достаточно бывший работник, бывший продажник, и занималась сетевым бизнесом когда-то. Я с ними встретился за границей. И говорю, вы такие солнечные, очень необычные люди. Она говорит, вы понимаете, мы начинали очень плохо. Она с детского дома, ее муж офицер. И она говорит, мы когда поженились только, то ходили друг к другу в гости два года, пока я не забеременела. И только когда я родила ребенка, то нам дали комнату. И эта комната была, в ней было 9 квадратных метров в общежитии. На 9 квадратных метров мы поставили, у нас не было денег, чтобы что-то купить. У нас кровать была поставлена на 4 кирпичах, а стол заключался в том, что просто табурет стоял. И говорит, у нас был первый совместный Новый год. У нас на табурете стояла банка консервов, а также бутылка жигулевского пива и один мандарин. И говорит, и бенгальская, какая-то там бенгальская свечка. И говорит, мы были настолько счастливыми, потому что я кормила ребенка, держала своего Олега за руку и думала, какая же я счастливая от того, что... И говорит, мы пронесли свою любовь на протяжении всей жизни. Нам было хорошо и плохо, но мы жили в радости. Скажите, кто из них счастливее? Тот человек, которому есть нечего и который стал богатым? И скажите, рай и ад в течение нашей жизни, этот рай и ад выбирает человек сам себе или нет? Давайте я вам скажу. Это добровольный выбор каждого человека. Вы просто не понимаете. Вы находитесь в аду, преднамеренно его для себя создавая.